да сегодня у меня был непростой день потому что как-то все так было хорошо и спокойно я как бы не ожидаю никаких больше эксцессов потому что ну никому эксцессы не нужны я не хочу никого травмировать никакой ничьи эмоции травмировать действительно блог мой и в группе я помещаю как бы свои видео да как бы вы можете не смотреть как вы можете не смотреть мои видео вот если там принципе название написано и по названию примеру есть дистанционка я знаю финансы там не знаю первые уроки там экзамены родители вот так что я на езды не принимаю вот серьезно не понимаю вот у меня есть там пусть говорят там не знаю мужское и женское там судьба человека нравится смотри если начинается блять и тебе что не нравится выключи ребята вы что не знаете как выключать батут мне что вам рассказывать как вы перестать смотреть меня если это не так говорю как завещал ленин или там партия свобода слова слушайте может вам уже не знакомо слово такое свобода слова я говорю свободный человек вот вы свободно не слушать это как бы я ставлю точки над и пожалуйста как бы не реагируйте остро в свой адрес никого я не хочу оскорбить это просто мои мысли вслух вот я трачу свое свободное время на какие-то вещи конечно когда я читаю комментарии я не хочу там какой-то мусор выбирать из комментарии не хочу никого там блокировать вот информацию даю даю она кому-то нужно нужно не нужно как бы ну извините вот что хотел сказать у меня часто возникает вопрос не у меня ко мне пишут начать участники и вот сейчас опять написала девушка насчет поиска учеников так вот если вы имеете свой веб-сайт да лакуси я никуда тебя не пущу ночью девочки хорошие себя дома подошел а если вы напишите по разным группам вот как у нас группа есть дистанционное образование так ну как бы у нас вы просто учителя то есть наверняка же родительские родительские форумы до мамочки бостона мамочки майами зайдите туда посмотрите о чем там люди пишут да и где-нибудь там ставьте свои три копейки что я учу уроки музыки вот и все уроки музыки там просто даже ничего писать там что 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 я думаю что 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 вы можете объяснить либо в личке уже общаясь человеком либо на каком-то своем веб-сайте но можно не писать вот в этом мамочки бостона что кто я такая скорее даю руки музыки все цены продумайте заранее чтобы не она и чтобы она выскакивала за то ровно что если как только вы начнете и сразу начнется непонятно недоверие знаете ну человек который не знает свою цену ему нельзя доверять своего ребенка вот поэтому про цены подумайте продумайте как это происходит оплата если вы хотите онлайн уроки то это как бы но такой четкой как бы ясно что онлайн уроки очень нравится активно доска идут дети довольны если вы хотите брать in person ну насчет как бы ну единственно что с in person конечно все будет точно не знаю мне кажется и я не знаю у меня у меня что-то нет нет радужки радужных мыслей за счет in person как это все проходит это очень как бы сложно тут постоянно чихает туда там не на этом кашляет тут как душа вы зайдете домой ушел ни разу не кашляете но не знаю потом еще скажете что вы виноваты что за коронавирусом заболела но вам надо вот что проходит главное могу сказать первый урок не нагружать не не нагружать никакими как я же заметила в россии обязательно обязательно там клеем пальчики клеем зайчики клеем ноготочки не надо ничего клеить вам нужно максимально расслабить ребенку чтобы он просто захотел руку свою положительную стройную память что и дети которые не хотят даже руку класть на сегодня потому что слишком много клавиш и слишком нужно много пальцев и как вообще можно пальцы и клавиши соединить они вот так вот сидят и ручки сзади а вы еще хотите чтобы они вот так вот еще сделал да как бы я я предлагаю вот вот я предлагаю меня зовут вика разного я предлагаю не заострять вообще внимание на постановки руки вот нужно максимально расслабить ребенку чтобы он захотел почувствовать клавиши пусть он чувствует вот так пусть он чувствует вот так пусть он чувствует их как угодно как угодно как угодно все потом если да не просто вы наверняка будете ручку вы трогать где-нибудь там скажет ну расслабь ручку немножко расслабь и все вот а потом потихоньку но первые уроки забудьте про то что ставить какие-то руки просто чтобы он положил ручку на инструмент нажал нотку до и вот что-нибудь такое там на трех нотках сыграл да я предлагаю для тех кто онлайн если вы как бы не знаете что делать про я и я и это и принципе знаю что делать мне не интересно что делать я поставлю телефон с телефоном вы как бы очень легко общаться там есть фейс тайм функции можно ватсапе звонить можно google дозвонить и можно звонить зуб зуб и все все что надо ученику вы да вы должны показать ему свою улыбающийся личико то есть весь рок вы должны просто просто улыбаться как есть динозавр и он очень здорово улыбается дядька смешно да мы действительно смешно взять понимаете если если вы не будете улыбаться но как бы это уже как бы провал провал просто реальный провал вот и второе вы если вы не будете ничем удивлять ребенка то есть вами вашими словами это возьми до размеры у него внимание будет россии вот знаете как вот ну как будто дым какой-то идет в голову понимаете вот вы говорите какие-то правильные слова дым идет 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 потом он даже не слышит вас не будет слышать поэтому я предлагаю максимально при менять задание то есть сначала сделал одном и моментально поменяли на другое там не знаю похлопаем как тебе зовут а ну да ну не за там а как маму зовут да а а теперь сыграем а теперь там и он постоянно будет найти ему интересно что он сказать а потом сказать а там нельзя свинка папа хочет что-то там не знаю там сыграл две черные клавиши да тут и тут да левый левый правый правый вот и если он увидит на первом занятии какую-то восхитительную тетку смешного дядьку да который там не знаю какие-то смешные придумывать шутки и показывает смешные эти или или с собой приносит вы же может прийти тоже с кем-то да с какой-нибудь там куколка да ну в общем вы же знаете кому вы идете какого возраста ученика то наверняка он будет ждать 2 варианта вот я помню у меня был момент такой что я пришла к новому ученику вот захожу самое интересное китаец китайцы вообще проблем нет просто но не просто роботы они просто садятся здравствуйте просто работает на износ а я захожу куда неправильный китаец он лежал на полу представить на полу захожу лежит ребенок ну какая-то ли истерика у него была то ли что мама спокойно вон вон ребенок лежит типа забирайте как знаете как с пола поднимая тряпочкой кладут и ушла и ушла я такая еще глазами так проводила когда пошла по ступенькам и лежит потом подо мной коврик а потом через минут 10 или 15 мама спускается думает подняла я коврик не поняла мама мальчику сидит что-то рисует скрипичный ключ там глазки ему рисует носки у вас получилось я врача получилось но я вам сказал одесса он там пошел то есть у меня у меня не бывает что даже если коврик под ногами маму не слушается меня он будет слушаться и больше я ни разу не видел чтобы я приходила он лежал ковриком как только приходилось я я приду сейчас ты уже на лох на на пол не ложись жди меня за столом понял да я приходил все время сидел за столом так что как бы от первого занятия очень много зависит он как бы настраивать ну позитивно но хотя бы на четыре занятия вперед если вам если вы понравились ребенку то четыре занятия следующие вам обеспечены вот так что вам очень важно понравится ребенка и тут же нужно сделать так чтобы первый урок который показной не был не задаривал родителям лишним времени потому что если она решит что вы пришли на полчаса еще посидели поболтали с ней 15 минут это получается в следующий раз вы тоже будете на полчаса приходить еще болтать полчаса понимаете вот как только вы отдаете лишнее время это лишнее время полагается уже и она не понимает то есть вроде так вас работает менталитет что если вы остались экса то это вот экса вы будете каждый раз давать и друг другу уже будет обижаться раз как это так прошлый раз остался как бы он как бы что-то за дела такие то есть никогда не давайте того чего вы сможете повторить каждый раз а я могу сказать что исходя из того что у меня есть свои дети и мне есть кем посидеть дома то я не буду оставаться экстра 15 минут и даже скажу я и двух минут не буду оставаться экстра потому что ну я одна я действительно 1 вот поэтому я говорю подумайте заперед как сделать урок так чтобы он пролетел стрелка не тоже там так еще там 17 минут осталось 13 8 4 3 2 1 все пошла да нужно так провести потом когда я слышала в каком-то комментарии мамочка написала что окончание урока было такое все раз встал уходи это было обидно это очень важно для учителя понимать что такое конец урока он не может так идти и выскочил он он должен его донести куда-то вот так вот вот он принес понимаете он должен куда-то донести его он должен куда-то его поставить и в этом месте где он стоит ребенок будет чувствовать должен себя чувствовать красавчиком то есть он он молодец даже сидит в середине были какие-то ups и downs в конце можно закончить себя на хорошей ноте нет скажи ты самый лучший обязательно вы не знаете сколько раз я говорила ты самый лучший ученикам которые далеко не были самыми лучшими в общении были сам и я это солю посмотри мне в глаза ты самый лучший это я тебе говорю ты самый лучший и получают самый лучший в такой длине естественно есть ты сам лучший длиннее ты сама лучше и в итоге ты разговариваешь аж которую же на крепких ногах стоят каждый раз когда он этого не заслужил ты говорили ты самый лучший и он рос и рос то что этораточек который в себя верит намного легче работать чем с тем который думает что он никакой чтобы на коленку только будет ползать поэтому говорю планируйте свои уроки вперед вы еще не зашли не зашли к ним домой а вы уже целиком его видите с чего начнете урок что будет дальше какая завязка на тебя на сцене это начинается опера там овертюра да там потом там сцена потом какой финал вот какой финал у вас будет для от финала это финала как завязка к следующему действию если финал какой-то ужасный наверняка у вас были какие-то дети которые вообще даже не вернулись к вам если был ужасный финал они такие полки и пошла понимаете вам нужно финал развернуть так чтобы это было как шагерезада помните она вы хотела я голову трубить она говорит там что-то говорит говорит а потом завтра скажу дальше вот это и есть урок шагерезада это и есть учительница музыки каждый урок она останавливает на самом деле когда и ралаш помните но сам не дни ралаш это который кеша до попугай кеша на самом интересном месте вы должны окончить урок не там где ребенок плохо заканчивать не то есть ребенок что-то не получается вы смотрите время уже в конце да но не давайте мы задали на котором ничего не получается обрубить и в том месте день получать оставьте то что получается знаете вот возвращаясь там как о каком-то понятию домашка домашка я сегодня уже сказала но даже не касаться домашки вообще вот у вас перед вами ученик да вот ученик опять же какие задания стоит ему давать даже если вы думаете что он очень умный я даже не не беру там который медленно задумать ох ребенок супер не факт что у него все как бы легко идет к нему так вот я предлагаю вам начинать сейчас покажу я предлагаю вам начинать подавать ему задание вот как помните как днифть нефть на 1 было солома помните выдавайте ему что-то связано но совсем с легким заданием которые положишь соломой там залезешь под нее будет домик вот это и есть ваша завязка эту завязку можно применять и на первого первого урока дале там начинающих и те которые, например, разбор произведения тоже может быть легкий. Вот сам просто ноты раскрываешь и говоришь, ну давай, Петя, начнем их делать. Сделайте так, чтобы он это произведение полюбил. Не надо его там сразу кирпичи кидать. Потом, значит, когда видно, что уже построил такой, переходим плавненько на дерево. Вот, видите, пришел другой. То же самое с домашкой. Вы можете увеличивать домашку до деревянных этих поросят. То есть поросунка с деревом. Вот он уже научился такой домик строить. То есть мы увеличиваем домашку, мы увеличим какую-то загрузку на произведение. Потом, когда это уже реально крепкий ученик, которого мы постоянно хвалим, ты самый лучший, мы даем ему кирпичи. Вот с кирпичами отношения, у которых педагог и кирпичи, это самые крепкие отношения. Ну просто крепкие. Вот я скажу там, не знаю, завтра конкурс, и ты выиграешь. Вот ребенок пойдет и просто поверит в себя, и он выиграет. Ну не знаю, может быть, второй, третий, ну не знаю. Но он идет туда, и он просто как прибивная машина. Он не будет такой, ой, я боюсь, ой, я боюсь. Там, не знаю, завтра ты будешь играть с Шопена. Он скажет, ура! Понимаете, этот человек, с которым, ну, вот с вами будет, вот просто, вам патроны подавать будет. Вы знаете, там, битва, он скажет, ученик, подай патроны, он тебе подаст. Вот. Это очень глубокие отношения, когда вы можете сделать, давать ему кирпичи. Это сильный разбор, разбор произведений. Это серьезная домашка. Это отношения, которые, ну, реально можно давать ему какие-то глубокие разговоры. Я не знаю, ну, очень близкие отношения. То есть, ну, еще нужно строить, же не сразу пришел ученик, и ты говоришь, кирпич, да? Нет, начинаем вот все с такого, понимаете? Мне кажется, бывает, что педагог думает, что, а зачем солома? Ну, например, учим, например, не знаю, просто ми. Проберем ми и получаем ми, опять ми, да? Что-нибудь такое вот здесь, какой-то красивый, там, тянуто придумать. И вот этот ми потом, это ми появится, может быть, там, следующее будет, где-то нужно будет влево в руке тихо сыграть. Тут ми, а тут левая рука, да? А потом уже кирпич, может быть, сделать, я не знаю, какой-нибудь образ придумать и весь такт сыграть так, чтобы и образ был, и ми было. Ну, что-нибудь такое, понимаете? Понарастающий. Вы же не можете играть двумя руками, правая рука звенит, не знаю, считай и играй с динамикой, понимаете? Так вот, я говорю, что нужно как-то правильно делить урок, чтобы, во-первых, он начинался с... Ну, как сказать, снежного, слабого, господи, с легкого, заканчивался тоже легким, а в середине была какая-то там завязка. Причем такая интересная, которая была как шигерезада к следующему моменту. То есть ровно столько, чтобы его животик переживал и не застряло нигде это задание, не застряло и пошло дальше, понимаете? Вот это было бы здорово, если можно было планировать начало, конец и серединку. И опять же, нужно думать об этом заранее. А когда у вас ученики идут как шавагончики, пум-пум-пум-пум, то я думаю, если у вас три ученика в день, ну, у вас, получается, как бы мозги вот такие. Если у вас четыре человека в день, у вас они, как бы, уже более таким много мышц, ну, как бы, вы уже настраиваетесь на многих учеников. А если у вас, например, там 10, 11, 12, у меня и по 13 было учеников в день, то у вас мозги просто нескончаемая машина. То есть я просто чувствую себя, что я могу работать просто, ну, как, я не знаю, еще 100 лет. Раньше, когда у меня было мало учеников, я уставала даже от трех. Вот три ученика думала, ой, ну, это какой-то ужас, ну, как можно столько выдержать, нужно все помнить. Когда у вас ученики дун-дун-дун-дун, вы как стальная бронь, понимаете? Вы все помните, у вас максимальный накал в середине урока, у вас красивая завязка, у вас красивая развязка. Вы помните предыдущий урок, накидываете на следующий. И вот так вот этими косичками идете, идете. Это, ну, я не знаю, что. Вот даже если там, не знаю, при смерти будут лежать, и вы будете все равно говорить, что делать. То есть у вас работоспособность удивительная. Поэтому, как бы, вот мои советы, они как-то, знаете, они настолько в меня вросли, что я даже не то, что думаю, ага, совет номер 44. Вот. Больше учите, больше преподавайте. То есть, грубо говоря, все, что я вам говорю, меня научили мои ученики. Представляете? Причем, как бы, они такие милые, они такие шаловливые. Главное, чтобы они с вами разговаривали. Кто-то там пришел сзади. Ну, все, я должна идти. Ну, все, я не знаю.